Альфред Грибер. Авторский курс. Грамматика практического иврита. Урок номер одиннадцать. Произношение звонких согласных в конце слова и буквы «эй». Урок ведёт Альфред Грибер. В отличие от русского языка, звонкие согласные буквы нельзя оглушать в конце слова. Такое оглушение может привести к тому, что вы произнесёте совсем не то слово, которое собирались произнести. Давайте убедимся в этом на практике. Прочитайте следующее слово. Авв. Отец, в смысле родители. Проотец, предок. Авв. Если вы прочитаете это слово как в русском языке, то вместо звука «в» у вас прозвучит звук «фу», и получится другое слово. Авв. Нос. Так же. Даже. Ни. Авв. Вот ещё аналогичные примеры. Бад. Ткань, материя, толстая ветка, сук. Бад. Бад. Дочь, девочка. Бад. Бад. Газ. 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 Состояние. Газ. Газ. Грубый. В смысле жесткий, некультурный, необработанный. Газ. 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 Даг. Рыба, в смысле рыбина. Даг. 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 Тонкий, не толстый, высокий, когда речит о звуке, мелкий, когда речит о песке и тому подобное. Даг. 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 Берег. Хов. Долг. Взаймы. Хов. Хов. Морской берег. Хов. 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 Зив. Сияние. Зив. Зив. Щетина. В смысле жесткая шерсть у животных. Зив. 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 Тув. Доброта. Тув. Тув. Горная порода. Тув. 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 Кав. Линия. Полоса узкая. Черта. Маршрут автобуса. Кав. Кав. Ладонь. Ложка для еды. Кав. 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 Прочитайте следующее выражение. Тов. Меод. Очень хорошо. Тов. Меод. Слово Тов имеет значение. Хороший. Хорош. Добрый. Благоприятный. Хорошо. Как похвала. Ладно. Тов. Слово Меод имеет значение. Очень. Весьма. Меод. Если прочитать эти слова по-русски, то получится. Тов. Барабан. Музыкальный инструмент. Тов. Меод. Сотни. Меод. Прочтите следующее словосочетание. Ад. Меод. Очень. 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 Весьма. Чрезвычайно. Крайнее. Ад. Меод. Слово Ад. Созначениями До. Вплоть до. Прочитанное по-русски. Будет звучать следующим образом. Ад. Медленно. Ад. Ад. Ты. Женский рот. Ад. 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 Помните, что оглушать звонки согласно на конце слов в иврите нельзя. Буква Г. Должна произноситься как звук Х. Нельзя изменить этот звук звуками Х или Г. Прочитайте следующее слово. Горег. Убивает. В смысле лишает жизни мужской рот. Горег. Если вместо звука Х вы пронесете звук Х, то получится следующее слово. Хорег. Выходит за пределы обычного или дозволенного мужской рот. Не родной в смысле приемный. Выходящий за пределы. Горег. Хорег. Вот еще аналогичные примеры. Агав. Он любил, в смысле испытал любовь. Агав. Агав. Кстати, в смысле заодно. К слову, попутно, в смысле и воходом. Во время. Агав. 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 Гозе. Грезит мужской рот. Галлюцинирует. Гозе. Хозе. Предвидит мужской рот. Договор. Контракт. Провидец. Прорицатель. Хозе. 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 Гоза. Он грезил. Он галлюцинировал. Гоза. Хоза. Он предвидел. Хоза. Гоза. Хоза. Гар. Гар. Значительная возвышенность. Гар. Гар. Живет мужской рот. Проживает. Он жил. Проживал. Гар. 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 Он убил. Он убил. В смысле лишил жизни. Гарак. Харак. Он вышел за пределы. Обычно дозольного. Харак. Гарак. Харак. Гарим. Горы. Гарим. Гарим. Живут мужской рот. Проживают. Гарим. 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 Нагар. Река. Нагар. Нахар. Он храпел. Нахар. Нагар. Плотник, столер. Нагар. Нагар. Нахар. Нагар. Согер. Тюремщик. Согер. Согер. Купец-торговец. Согер. 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 Мы уже говорили о том, что если у кого-либо не получается правильное произнестение звука «х», то лучше совсем его не произносить. Это верно, но не всегда. Есть случаи, когда необходимо произнести этот звук. И произнести его правильно. Прочитайте следующее слово. Афхана. Развлечение. Афхана. Афхана. Если не произнести звук «г», то получится следующее слово «авхана». Диагноз. Афхана. 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 Вот еще примеры. Афтаха. Обещание. Обеспечение. В смысле гарантии возможности выполнения. Афтаха. Афтаха. Охрана. В смысле стража. Защита интереса и тому подобное. Обеспечение. В смысле защита. Афтаха. 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 Он изумился. Он раздумывал. Афтаха. Афтаха. Он заблудился. Сбился с пути. Он блуждал в потемках. Афтаха. Афтаха. Он ошибался. Заблуждался. Афтаха. 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 Теперь вы убедились, как важно правильно произнести звук «г». Афтаха. 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 Афтаха.